добрый день дорогие друзья меня зовут александр я приветствую вас на проекте строя живи сегодня у нас пойдет речь о взаимоотношениях заказчика и строительной компании и общение это я предлагаю построить на моей поездке в москву и на общении с конкретными заказчиками не нашей компании а какой-то другой те кто досмотрит этот видеоролик до конца я думаю они получат конкретно от меня очень важный совет который позволит вам иметь качественное отношение с подрядчиком то есть со строительной компании которая строит вам дом пару слов о тех заказчиках о которых пойдет речь сегодня когда я собирался в москву я снял видеоролик в котором сказал об этом и на мою почту пришло несколько писем с обращениями с просьбами значит приехать к ним на участок московской области и оценить качество строительства каркасного дома вот я прочитав все эти письма но конкретно на письме этих заказчиков я точно решил что к ним нужно ехать проблема заключалась в том что у них шатался дом дом которые каркасный уже с крышей и практически зашиты снаружи металлическим сайдингом вот я прекрасно понимал что если дом уже обшит снаружи и он качается значит там реально есть какие-то проблемы я к ним поехал именно сегодня об этих заказчиках конкретно об этом доме пойдет речь здание с продольной и несущей стороны у них лежат только вот такие вот балки лежат поперек и уже пошли лаги половые утепление у вас где будет я уже есть выше у нас вот и на свой момент не постелили пленку на здесь было но вопрос и когда как бы они начали утеплять полы и я кричал на пленка они стоят что пленка не нужно что вообще нужно как бы не до скотчевать 25 нужно пласть сетку что просто подшивать сетку в нее пласть утеплителя даже пошел черновой в этом случае потому что ветер будет выдувать ну ладно с воздуха мнение но он будет на здесь в некоторых местах были стену до 150 ставили они есть непонятные расходственно как бы вот для меня под окнами если вытащить вот этот частичный утеплитель если это надо удалить удалим покажем смотрите здесь что можно сделать ее нужно конечно вытаскивать утеплитель этот снимать филивать укусима вот в этот угол это реально сделать человек который умеет держать в руках циркулярную пилу он это сделает и во всех углах вот здесь у них по крайней мере хотя бы направление больше больше угол делать да да вот просто в тот угол уже будет восходящий и нисходящий уже будет намного лучше в том углу также здесь здесь от этого угла и в тот здесь точно так же тот вот здесь и вообще нет у меня здесь есть есть она спрятана маленькая еще мне так кажется что вот эта длина стены у нас 7 метров я так думаю что она все-таки имеет еще гибкостью в связи со своей длиной вторая верхняя обвязка у них есть есть обвязка верхняя да вот я вижу по всем перегородке да вот про то что я вам говорил ввести какую-то диапазону жесткости какую-то перегородку постольку поскольку у нас про стенок напротив проема мы уже смотрели с александрами место искали для этой перегородки как бы ну наверное надо будет как-то с учетом планировки чуть искать как вы как вы считаете насчет перегородки но если людям планировки но вот 7 метров не гибкая стена и при высоте такой если посмотреть как он связан со вторым этажом на втором этаже что-то есть это есть на втором этаже есть но у них там полы уже есть нет она есть вот между лагами и собственно этой стены когда наталья смотрела как бы наш проект по проекту у нас должна быть там обвязка да по моему из бруса что-то в этом роде но вот эта стена получается вот в этом месте висит воздухе под ней ничего нет но на новом поперечных лагах вот если эти продольные брусе лаги вот так то есть она стоит чисто мало она жесткость добавляет и плюс на нее лестнице быть операции она связана второй верхней обвязкой с этой стеной завязана надо и я очень надеюсь что там нет она просто примыкает вот здесь хотя бы туда ее завели уже было нормально вроде не качается ничего как вы сейчас станете вот здесь вот так покачайте просто и усилием человека и как заметили что до качается ну я нет изначально я один здесь когда занимался полами вот смотрите что ты меньше уже сайдинг он тоже сошьет немножко степка не соосно есть небольшое смещение то ли то ли они фундамент чуть-чуть ошиблись разбивки потому что этот под конек нужно подводить а там видим как было вы решили это декоративно оставили я специально просила очень чтобы лаги были отшлифованы что не хотелось видеть вот эту высоту красоту зашивать соответственно мы не хотим холодный чердак не хотите мы хотели сделать приточно вытяженную вентиляцию в каждой комнате которая вставляется непосредственно в стену да там как-то вхождение когда воду будет нагреваться выход соответственно это скопление которое под крышей поэтому зашивать на самом качестве не хотелось бы а какое у вас утепление здесь толщина 150 в крыше все они 200 стропилами 200 и утепление всего 150 крыша требует 200 минимум минимум мне не нравится вот это вот пароизоляция это вообще мне кажется не это конкретно да пароизоляция это вот она у нас лежит наверху верхняя получается часть и вот они здесь под шире это строители делали как они сказали что это похоже на дышку как влаговетрозащита для холодных чердаков на крыше где большие ветра и чтобы она не рвалась от ветра обычно используют такую плотную мне кажется это она к пароизоляции в отношении от нее никакого толку нет они наоборот усугубляет она запросто пропустит пару утеплителя за счетом того что весь теплый воздух то есть важно он идет вверх напали с вас она заболеет быстро потому что ну конечно наклонно берется то есть вот эти недостатки которые я говорил они здесь усугубятся там есть контр брус и как бы проветривание есть ну вас мягкая черепица ваша обрешетка но перед этим не звезды не сплошная у нас обрешетка делался изначально под металлическую кровлю да потом мы передумали того что открытая крыша но будет очень сильно стучать и слышно будет вот сделали по сп 12 до 12 июля на улице подложили но вот перед уэсби есть без русок не видишь пленка потом русок потом я думал что у них вот эта пленка осталась в качестве пароизоляции она лежит то есть изнутри с внутренней стороны в каркасном доме самая большая проблема которая может быть это есть перепутать в полу в меньшей степени страшно чем в крыше все тепло соответственно и влага она поднимается вверх смотри тогда пожалуйста какой там утеплитель по толщине ну конечно все это нужно вообще наверное это ты крыши сделать это еще просто мы я сам делал я еще можно так сказать надо делаю мы остановились здесь за это ну и смотрите вот это все дело клеится в обратном порядке то есть конденсат который конденсируется на пароизоляции он будет стекать куда он текет вот в этот карман получается в утеплитель должен быть все наоборот нахлест нахлест а то есть вот это первое полотно должно быть под вторым перепуталась а здесь как укосина какие-то такие же укосины здесь да я увидела это когда он сделал здесь уж фанеру я сидела на балконе он ходит я груду машина брату я думала давление как бы то есть ну прям вот реально вот балкон ходит и грудь он городом ходит я брюс что делать он гадает ладно тебе дать нам показалось а потом чуть в один прекрасный момент уже когда ребята залезли на крышу к нам приехал строитель и мужчине у нас крыша это больше всего как чувствовать чем выше сидишь тем больше мы не будем делать как бы гипсокартон подключить что для нас я весь потрескается как бы ну там вечерка такой ночи ответственник я не буду делать чтобы саргонности ну а не хотели да у нас там для форекс ручных плита которая фунтована 80 метров 20 она половина фасад обшит доской как бы доска у нас не считается а плоский материал то есть уже создать жесткость больше жесткость гораздо больше жесткость создал бы ситуация снаружи потому что там была бы сцепка между этажами между этажами обвязкой здесь этого не получится здесь будет второй этаж обшит отдельно изнутри первый этаж отдельно и они будут жить там своей какой-то жизни но в любом случае это улучшить ситуацию то есть если заменить там укосина у них все равно угол неправильно но он будет больше это будет жестче плюс если вы обошьете хотя бы вот этим конечно же ну металла сайдинг который у нас по наружу лет он тоже еще по чуть-чуть по чуть-чуть я думаю жестко нужно набраться а вы считаете что хорошо ну расходственно как бы первый этаж это понятно то есть нам их нужно менять везде каждый угол и местах вот стыка здесь 45 градусов здесь можно сделать вот типа фирма есть только фирма 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 это что несколько зигзагообразно что делать со стеной которая разница 20 сантиметров давайте посмотрим где на первом три этажа с эксцентриситетом получается опирается эта стенка на непонятно как здесь сделано межэтажное перекрытие может быть а балки идут вот так так они идут у тебя в балкон не-не-не балкон балконные лаги идут вот получается как я расчерчивал фанеру до сих пор вот так здесь они стыкуются уголками она стыкуются вот в этом конкретном месте почему ну может может быть где-то вот здесь почему балкон то вон они вот так так подожди ну все правильно все правильно они туда идут вот так вот чтобы балкон вывесить да 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 они туда идут так а здесь они получаются вот так наверное ну так более логично да 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 все правильно а здесь какие-нибудь сдвоенные есть нет вот здесь в одном месте только сдвоенные тут вот помойка вот здесь получается у нас балки и сверху опираются лаги ни в одной плоскости а сверху балки нет просто идут лаги потом идет вот доска 50-ая и фанера и все тут нет никаких балок нету нет только лаги да не вижу получается лаги здесь вот здесь одна длинная лага раз потом 59 наверно еще а какого они сечения знаете 100 на 200 ну 200 понятно и вот это все оно наверно пошло точно так же там да ну да да здесь есть какая-то внизу перегородка вот этим да она смещена она смещена она вот здесь вот эта перегородка смещена она вот здесь да да я не вижу ничего страшного здесь не такой большой ну 15 метров ну ну ничего не будет не забавится нет если бы это было там метр два полтора разница было бы понятно нет 200 а здесь какая ширина ну здесь около 4 ну здесь около 4 здесь около 4 сколько дом ширине 8 метров а 8 ну пополам да минус 3,90 ну да минус стены ну нормально и шаг у нее 40 или 60 да ладно жить будем да да это радует ну я думаю как-то так ну основные угадания в общем а стоп а по поводу в окнах в окнах что отсутствует забыл это слово ригель да ну тут у нас есть вот это перемычки введена перемычки как таковой нету ну это она плюс она нет она перемычка нету но над перемычкой верхняя обвязка вот она вот заканчивается как бы и ну там двойной на урла двойной вот получается да вы можете оторвать это верхний щит а это обвязка 1 доска 2 доска здесь у мягкая и оконная доска все у вас ригли нету нету не получится так что в конечном итоге у нас все окна потрясутся окна у нас у нас какой знаете ну где-то около 30 севера если много снега лежит может треснуть на крыше она она у вас еще и мягкая не скользкая соответственно снег лежит на этой крыше будет лежать тогда в этом случае а это что потрескалось уже это за деле рабочие начали выносить эти металлические такие направляющие ну было бы хорошо вот в эти соседние берите хотя бы врезать доску которая будет стоять вертикально 150 на 150 на 150 на 150 на 150 вот поперей но горизонтально сделать запил 15 на 5 во всех стойках раз два три четыре и получается вот сюда передать то есть так как вы впиливаете раскосины, то есть мы впиливаем во всю стену, но здесь хотя бы над окном и в соседней то есть чтобы нагрузка получается, во-первых, нагрузка придется на вертикально стоящую доску, а не лежащую во-вторых, она передастся на соседние стойки тоже, просто здесь это нереально сделать, здесь это понимаешь почему здесь нереально сделать? после соседней стойки она уже у вас там где-то в крыше не видно где-нибудь, ну вот она стойка вот здесь наверняка и через 60 см следующая соответственно она уже где-то здесь, то есть в ту сторону можно будет впилить, а в эту уже не впилить ну здесь крыша-то у нас вот продольная несущая стена, здесь нагрузка от крыши, от снега на фронтон минимальная минимальная, да, согласен, так что здесь можно не беспокоиться, а здесь надо соответственно так же и весь первый этаж паразоляцию или вот это что-то такое серое, в любом случае снимайте, да, не рискуйте так давай посмотрим, посмотри, пожалуйста, сколько там лежит утеплителя пока ты в форме, да, сейчас по поводу вот еще балок, они закрепили их, вот балки со стропилами, крепятся с одной шпилькой и больше вообще ничего нет, да? ну такие большие балки, конечно, хорошо надо ехать, да? там одна шпилька и вот это вот мы там оторвали кусок а шпильки какие диаметр? это вы можете посмотреть, я не знаю 16-16, это уже окно в любом случае давайте все равно снимаем это самое снятие, да? да, мы лестницу возьмем, да посмотрим, во-первых, сколько утеплителя как он утеплен это не 16-16 не 16-й? если это то, что я вижу, это гайка 16-й а сама шпилька десятка вот я посмотрю а вот это вот, просто у меня тоже брусок как бы он функцию давайте сейчас высадим он функцию несет, чтобы потом потолок подшивать а, ну, все, вот этот паревой, бляд ну, здесь 12-я шпилька оттеплителя 5, 5, да, 15 сантиметров да, вот видите, здесь точно такая же одинаковая пленка Саш, ну на камеру, скажи вот она подними туда камеру в квадратик то есть у них пленки одинаковые что здесь, что здесь это самое большое горе которое может быть нет, у вас стропила 150 150? да здесь нужно делать вам еще один ряд такие же бруски набивать вот так, горизонтально через 59 и класть еще 50 минут утеплителя она, во-первых, кроме холода и стропила во-вторых, даст дополнительные 50 миллиметров а не участи те же 200 ну, 200 чего 200? тропила 200? да ну, 119 ой, 19 ну, не знаю ну, не знаю ну, не знаю ну, сейчас я дайте рулю ну, сейчас я дайте рулю странно это ты где такую доску взяли? это 1,17 и 1,19 получается а, знаете что у вас вот обзол просто она съедена она съедена обзолом я бы этого не увидел всю ее ширину а так ширина там где нет обзола ну, 18 тоже, кстати, очень странно а вот здесь у вас на обзоле уже плесень пошла от тропила нельзя стоять такую походу надо было хотя бы ножик почистить ножом я бы рекомендовал во-первых, в любом случае снять эту серую пленку посмотреть как там лежит утеплитель потому что судя по вот этому куску не с самого начала я его разворотил так он как-то лежал не очень аккуратно посмотреть как там лежит утеплитель если плохо значит где-то переложить и сделать еще контрбрус и еще один слой утеплителя 50 миллиметров чтобы у вас было 200 потому что 18 ширину стропил наталкивает туда 200 миллиметров нет никакого смысла потому что там работает воздух а не сам утеплитель если туда уплотнить контрбрус делается по стропилам вот сюда набиваете брусок утеплитель брусок утеплитель у нас на днях выйдет видео ролик такой об утеплении просто у меня в Питер надо вернуться там хочет доснять и все в ближайшее время вы хотите горизонтально делать брусок и эти матовые утеплители они во-первых перекроют мостики дадут еще лишние 50 миллиметров не лишние нет в расчете 200 миллиметров для жилья в нашем районе самый оптимальный размер вопрос еще по шатанию если лестница будет еще как-то она уберется наверно да, конечно она у вас как бы с площадкой да, получается марш или есть какой-то смысл какую-то другую сюда лестницу поставить да, нет мне кажется хороший вариант она сама по себе уже будет запрет лестничные клетки всегда являются диском жесткости в здании момент с маленькими окнами по первым а, так, стоп подождите вот здесь нам тоже надо врезать но здесь пролит небольшой здесь можно обратить с ящиками пролит в смысле окна нет еще один окна есть большая вы имеете в виду лиги я думаю нет здесь укусину можно хорошее сделать здесь вообще много места для укусин оно есть там только в одном но опять такая 15 градусов вот так будет сделать чтобы пересекла раз, два, три из угла да здесь можно хорошее сделать по тем комнатам тоже здесь она наверняка можно будет я думаю что может быть она под окном даже влезет куда-нибудь сюда столько где-то есть ну есть есть ну надо приложить нет она пойдет по углу ну значит сюда и сюда и вот соответственно а вот в эту если стену нет она же тоже как жестко получается делайте начните с наружных если увидите что эффект пошел вы это в любом случае увидите просто когда в наружной стене сделаете поймете что хватит или еще надо в зависимости в зависимости от шатания непосредственно с молодым если еще будет шататься но сделайте во внутреннем он тоже раскрепит в этих плоскостях мы делаем везде во внутреннем конечно и вот в этих вещах я сделала примыкание к поперечным стенам мне очень понравилось как вы щиты делаете то есть вот что верхняя доска щита она идет вертикально то есть ну то что вот ригель по всей он не только под окнами он не сделался двери такие такие большие приемы больше внизу только там один где он просто будет проем и не планировать по двери просто арка вот здесь нужно это тоже впилить в эту часть чтобы я думаю не надо если делать это изначально все таки чтобы это лежит сверху вот щит верхняя доска и мырла для опирания стропильной системы ну здесь у вас есть какой-то элемент здесь тоже я вижу что есть и здесь есть на первом этаже надо посмотреть над первым этажом над этими дверьми межэтажное перекрытие которое возьмет для себя нагрузку я думаю балконная дверь вот это окно ее надо смотреть как окно вообще в каркасных домах так не делают а как должны были дверь отдельно окно отрезать шатается шатается он не закреплен его ничем не закрепить ну да в каркасных домах вообще это запрещено делать такие балконные двери совмещенные с окном видите шатается его никак ничем не закрепить проект изначально был другой то бишь здесь с балконами здесь не было до балкона как бы наш проект у нас должно было уходить крышам ну так бы все когда они приехали и вот этот покат по крыше чуть больше 45 метр семьдесят стены нет метр семьдесят метр семьдесят в проекте метр семьдесят да а сейчас сколько больше а сейчас два дверной проем 2 метра два стола дверный проем вот видите как раз получается 2 метра на 30 сантиметров здесь чуть-чуть все пропорции увеличенные что требует каркасное домостроение он сказал как бы так чтобы какой смысл будет вам пилить доску что вроде как оставляет вот эти вот куски давайте мы вам вроде как оставим и сделаем сделать перекрестное утепление у вас уйдет еще пять сантиметров немного потеряете да нет это не страшно смотри сам в доме не сложилось как отчего вот это не сложится нормально стоит ну как да именно нормально хорошо 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 в пределах и допустимых отклонений вот здесь вот эту роскошную так же да 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 вот туда вот туда получится у вас в этом углу мне кажется в этом да в том по той стене вот здесь вот тоже нужно ригель врезать да конечно широкая но ригель просто вот чтобы хотя бы этот ригель вырезается ровно точно так же как вы ставите у косы да у косы именно ригели нет вот в таком можете впилить ее ну и снаружи дело можете ее вот изнутри вот здесь да да и запиливаем ее вот по той валке которая от окна да и нет нет соседние желательно чем больше вы ее впилить в соседней тем больше она нагрузку я говорю я поняла первая здесь не получится по всей видимости я так думаю но как-то неудобно поэтому отсюда отсюда и здесь не пожалейте сделайте дай сюда их вот что лучше под запенить или чем-нибудь прогнать наложить не буду лучше будет утеплителем да пена ну а потом они разные материалы они вместе не должны быть все равно хоть обнадежили как-то с балками конечно красиво придумали во-первых вы оставили вот это большое пространство в то же время эти лаги они держат потом ну конечно все мы поехали дальше еще делаем спасибо мы можем потом все дело посмотреть да да конечно но я не обещаю что сразу а вы нам скажите пожалуйста такой вот момент где вы сказали что вот как тут плесень будете пленку снимать но сделайте осмотр этих стропильных но наличие чем-то обработать их доска сейчас на которой вы стоите она тоже темная но она не была изначально старая была она здесь что у вас будет понятно сверху здесь сделаете пароизоляцию нормально вот здесь делаете вот эти доски она кладется как-то сплошным полотном или с заходом нет просто сплошно но сделаете нахлёст на стену так чтобы пароизоляция стены была внахлёст на нее тоже на пол но именно в таком порядке снизу вверх а потом сверху вниз потому что капельки будут течь и стекать сюда они они туда отдаст а потом не заберет из-за того что нет эта пленка она свободно будет выпускать что сюда что туда про пара про пара я смотрел цветами разные почему ветрозащита тоже кладет с одной стороной наружу другой вовнутрь поэтому она темнеет ветер который дует поддомом он будет тепло у вас выносить из дома выдувать его из утеплителя а вот тот влажный воздух он не будет подсасывать утеплитель тоже если здесь будет пароизоляция лежит снизу снизу допустим у нас зима весна зима осень влажный воздух все равно он будет подтягивать если мы пленку снизу подошел но это в какой-то степени а я вообще понимаю как у вас там утеплитель в полости чего лежит если посмотреть под дом у вас лагерь есть там что еще одни лагерь у нас как-то шли вот 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 так обвязка идет фундамент вот так идут потом вот так идут лаги но мы не видим лаги на палку там 25 доска получается контргрузки 25 доска выложена на эту 25 доску выложены на эту 25 доску без пленок без пленок без пленок да какой-то нецелесообразный перерасход всего материалов какой-то целый этаж лишнего в то же время нет пленки гранат как нам сказали давайте еще раз под дом я залезу где можно пленку а вы с той стороны залезте где есть подвески там я увидел вот эти лаги почему они там есть здесь и здесь там открытая веранда а там нет это не теплый контур нет 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 все понятно все понятно у вас обвязка сделана не правильно да да деревянная обвязка нет вот этих составляющих у вас с самого начала неправильно я про что говорила что я увидел там вот эти лаги ну да да подумал что они что вот этот брус играет вторую обвязку да 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 и тут будет вообще такие щели и любой ветер будет сюда заходить поэтому нужно его закрывать сейчас либо пленкой и давайте гидроизоляционным материалом каким-нибудь каких вот так вот снизу все ну да зашивать только здесь тем более что лага за сюда позволяет неудобно но позволяет неудобно гидроизоляция или ветрохлаг защиты лага гидро защиты лага гидро защиты либо пленка либо есть такой классный материал это изоплата по большому счету я думаю его здесь можно изо спан вот и нехороший изо спан у нас изо спан подают же хорошо изоплата изо спана это разные вещи вот от газа вот эти вот планы ну это бред бред конечно она вот стоит на стыке если бы они были в плоскости вот этой обвязки вот так они сделали видите здесь замок должен быть в полдерево тоже там на держи ну а если можно справиться на кресле вы уже сейчас наверное уже ты не можешь то мы сейчас дома считается из отсутствия раскосим но это сто процентов это первое что я вам когда приехал на фундамент здесь классный да фундамент здесь я смотрю металл мощный это уже потом усилили после того как начали на фундамент грешить усилили вот эту добавили на искосе ну и правильно все правильно и расшили вот до конька получается да да ну где высота большую 80 60 ну блин 63 63 ну это мощно да конечно сюда давайте тайником посоветуем он нам предлагает знаете что какой разговор откопать мы посмотрим как она у вас ходит за счет этого у вас ходит дом да дурачки мы ее откопаем она будет качаться из-за того что она будет нигде все а длина свая какая здесь в земле 2 по-моему нет у нас метр восемьдесят минимум и два тридцать максимум да и ничего оттуда с фундаментом не будет нет в большом счете у нас сейчас обнадежно в плане проблемы тайвик стоит десять тысяч рублей за рулоны вам здесь два рулона вот так хватит тайвик 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 это самый лучший бельгийский материал я пошла за ежение у него и у нас привозят его по заказу в колонну может в Москву съездить но только понимаете это такая же определительная мембрана да 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 ее надо будет вот здесь в этой плоскости подшивать нахлёстом на бруски вот этой якобы развязки и бруском пришивать чтобы не болтыхался и ветер под него не задумает все равно здесь будет цоколь зашьется как бы так у ветра не будет а из оплаты это другой материал он как ДВП такой мягкий плитный но мягкий а он как это очень качественная ветрозащита он во первых перекрывает мостики холода который является в данном случае он и теплозащита как бы работает ну косо на да он бывает 12 миллиметров 25 36 кажется но толстый он очень дорогой да и тонкий он не дешевый но он намного лучше чем любая мембрана вот такие затягиваются ну где а крепится а? крепится крепится правильно его крепить на гвозди алюминия с большими шляпками но мы буквально пару эти гвозди забиваем потом сразу параллельно забиваем бруски которые лучше внутри дома все что внутрь смотрится должно быть пароизоляция никаких других там слов потому что некоторые пишут даже на вот этой внешней пленке как они пишут ветропароизоляция ух ты класс поженили два незуместимых функций какая то вообще непонятная гибрид значит внутри должна быть обязательно пара и никаких других слов а снаружи должно быть или гидроветра или влаговетра тоже кто как ее называет ну то есть с водой да вода и пар понимаете разницу да пар он пролезет везде а вода не везде под потолок ну под крышу внутри пароизоляция а ну то есть такой а ну то есть такой момент можете ли вы написать мне ну ни в какой не записанный там да то есть да да то есть да то есть то есть да вот это это то есть видели очередные ошибки при строительстве каркасного дома и к чему они приводят. У заказчиков конкретно этого дома было желание, чтобы я дал какое-то заключение. Они также пригласили технического эксперта для того, чтобы тот выдал заключение и якобы поддать в суд на эту компанию для того, чтобы выпить из них либо какую-то компенсацию за некачественное строительство, либо добиться какого-то исправления тех ошибок. Но за кадром, без включенной камеры, я заказчикам сказал, и сейчас думаю, что, возможно, они меня видят, слышат, я уверен, что ни к чему положительному такая история не приведет. Дело в том, что я сам, как собственник компании, генеральный директор строительства, точно знаю, что добиться от непорядочной компании, судя по тому, что строят непорядочно, значит, и компания там какая-то мутноватая, мутноватая. Добиться от такой компании какой-то правды и справедливости будет крайне сложно. На нашем канале есть уже не один видеосюжет о том, как могут отвратительно строиться каркасные дома. И результатом всех этих историй было одно. Заказчик оставался со своей проблемой наедине. И каждый решал ее как мог, но только своими силами. И ни в коем случае не силами той строительной компании, которая ему эти чудеса натворила. А теперь о самом главном, о чем я хотел сказать. О том, как... Ну, хочу дать пару-тройку, может быть, советов. О том, как выбрать строительную компанию. Если вы заказываете строительство каркасного дома не у проекта «Строй и живи», а это может быть всего по двум причинам. Либо вы в том регионе, где мы еще не добрались, либо у нас, как обычно, очередь, которую вы не готовы ждать. Так вот, если вы выбираете какую-либо из компаний строительных, для того, чтобы они вам построили каркасный дом... И тут, дорогие друзья, я абсолютно уверен, что качество построенного вам дома зависит напрямую не от громкого имени компании, не от того, как вас встретили в офисе, как вас напоили чаем или кофе, как угостили шоколадными конфетами с коньяком, о том, как вам красочно предоставили коммерческое предложение, какую-то суперразвернутую или, наоборот, сжатую смету, в которой вы толком ничего не поняли. Качество построенного вам дома будет зависеть только от тех рук, от того опыта, от тех знаний, которые в голове тех людей, которые именно будут строить вам дом. Конечно же, очень многое зависит от снабжения, от качества материала, от инструмента, который выдали этой строительной бригаде. Очень многое зависит. Но больше всего, я считаю, зависит, в первую очередь, от тех рук, которые будут строить вам дом. И не только пообщаться с менеджерами и с инженерами компаний, которые вы выбрали себе в качестве подрядчика, но и настоятельно рекомендую съездить на тот объект, который в данный момент строит та бригада, которая будет строить вам дом. И поверьте мне, если вам покажут этот объект, это уже многого стоит. А если вы приедете на этот объект, и вам понравится то, что вы там увидите, тут без всякого разговора можете спокойно выбирать эту компанию или эту бригаду себе в подрядчике. Если вам по какой-то причине говорят, что эта бригада сейчас в отпуске, и мы их вызовем, когда заключим с вами договор, или еще по каким-то причинам, там хозяин или заказчик участка против, чтобы к нему кто-то приезжал, все это бред. Если людям нечего скрывать, они это вам с удовольствием покажут. А если не показывают, значит тут какой-то подвох. Ну вот, друзья, я очень надеюсь, что сегодняшний видеосюжет, первое, о том, какие ошибки могут довести каркасный дом до его раскачивания, нельзя допускать. Ну и мой совет о том, как же выбрать себе подрядчика, будет вам полезно и пригодится в этой жизни. С вами был Александр и проект «Строи живи». До скорой встречи!